сегодня я хочу сделать видео которое я обещал некоторым подписчикам на свой канал это как раз видео о стоунвоши доступным языком и так вообще что такое стоунвош да вот сейчас я вам покажу tenacious на него я сделал стоунвош буквально там 10 минут назад мне пришло несколько ножей попросили сразу сделать стоунвош и поточить вот на клипсе вот на ноже что по сути такое стоунвош стоунвош это по сути мелкие мелкие царапины это мелкие мелкие царапины камнем либо другим абразивом вот по-русски это называется галтовка значит что нам для этого всего понадобится первым делом как бы сам нож на который мы хотим делать это вот обычный tenacious из коробочки обычный вот он там как он идет поэтому вот обычный tenacious следующее конечно нам понадобится набор отверток который мы будем собственно разбирать этот нож напомню что tenacious он использует американскую систему он не под торкс и он под шестигранники поэтому к сожалению если под маленькие вот эти вот болты да удается подобрать это двойка по моему идет шестигранник то скажем под осевой вот ну в наборе во всем вот осевой да что во всем наборе вот я к сожалению не смог подобрать ни одного такого а вот тут сколько разных бит ни одного не смог подобрать который бы ровно попал поэтому я использую для этого вот такие вот шестигранники тут вот написано что вот это вот двойка вот этим вот затягивается превосходно шестигранником вот эти превосходно затягивается осевой он в нем не болтается ничего поэтому хочу сказать что все таки и болты хрупкие поэтому старайтесь аккуратнее с этим не сорвать все болты потому что на моем родном кастомизированном tenacious один болт я сорвал поторопился пришлось его переделать под обычную отвертку плоскую шлицевую и так что еще нам понадобится собственно нам понадобится емкость которую мы будем делать в моем случае это пластиковый контейнер почему он пластиковый потому что меньше грохота будет да вот это вот вы не обращайте внимание это он обернут целлофановыми пакетами которые наслаиваются раз за разом потому что к сожалению в пластике нужен пластик не стеклянный да не такой вот который как не знаю как чехлы или вот как вот нужен не такой пластик потому что он у вас полопается потому что вы будете трясти в нем камушки значит емкость это вот этот пла и вот этот пакет он предохраняет того что непосредственно у вас все равно нож из коробки идет острый тупить вы его специально не будете поэтому кончиком он может ее прорезать вытекать оттуда грязь маска там все что угодно ну собственно теперь по говорим о камушках я прошу прощения заранее за внешний вид камушков использую эту емкость очень часто очень много значит вот смотрите камушки где у нас тут свет свет у нас вот да вот свет камушки значит там лежат разные все нужно камушки подбирать такие со скругленными концами чтобы не было острых чтобы не было глубоких царапин значит камушки там разные например от грецкого ореха штук десять видим в центре маленькие камушки это я поехал в магазин где продают рыбок купил вот этот вот их кругленькую галечку светлую плюс есть камушки средненькие плюс ну всякие в общем суть в чем скажем большие камни большие камни лучше всего за счет своего веса они лучше всего наносят царапины средний камни они делают узор более плотным плюс маленькие камушки они залазят в труднодоступные места я вам покажу сейчас про что я говорю вот у всех ножей вот тянешься с коробки видим вот этот вот переходик до на лезвие вот это вот ступенька назовем ее ступенька я знаю что как-то это называется по-другому сейчас не вспомню вот что здесь скажем так проблемная зона потому что даже какие бы вы маленькие камни не брали все-таки 8 chrome cr13 spider достаточно нормальная сталина достаточно жесткая поэтому маленькие камушки и и не процарапают вот что получается да что мы видим что все равно вот полосочка тоненькая в уголке вот здесь вот остается вот такая же сатинированная потому что ну ну никакие камушки сюда не пролазят просто не пролазит поэтому надо быть к этому готовым поэтому вот имейте ввиду что у вас должен быть такой суп набор в котором есть все но по большому счету в основном это должны быть крупные камни несколько поменьше и совсем маленькие скажем так грецкий орех почти да небольшой грецкий орех вишня и совсем маленькие не знаю ну не горошина вот кстати маленькие можно такие немножко угловатые там у кого есть рядом какой-то водоем можно прямо на бережку собрать вот собственно дальше нам необходимо будет смазка которую мы используем я использую vd 40 как бы вот это такая китайская смазка якобы это смесь масло машинного с силиконом у кого есть автомобиль тот должен знать плюс ножницы плюс обычный полиэтиленовый пакет я уже говорил что нам нужно будет банку в него потом завернуть потому что но это необходимо плюс скотч обычный самый опять же герметично я использую еще полотенца старая какой ненужное полотенце я оборачиваю в него банку значит вот испачкался вот этой вот шнягой вот я оборачиваю в него банку для того чтобы уменьшить шум в квартире потому что 30 минут 40 это как бы ну достаточно сложный момент и будет мешать грубо говоря обычно как делаю беру банку сажусь начинаю трясти и параллельно в наушниках смотрю какой-нибудь фильм не сильно отвлекает поэтому сейчас я разберу свой тенейшес который я должен за стоун вошить положу и сделаю видео дальше я новенького тенейшеса с этим тенейшесом пришлось повозиться побольше чем с предыдущим поскольку фирмы спайдерка очень непредсказуемо количество красного фиксатора для резьбы я вообще использую голубой но спайдерка используют красный это вообще что то на этом вот на осевом ладно вот вот такое вот бешеное количество да ладно еще куда не шло вот он то мне придется это сейчас зачищать перед тем как собирать но на клипсе то зачем вот я пока разбирал я чуть не сорвал болты я буквально вам две минутки назад сказал видите вот он уже блестит весь на нем зачем-то на одном прошу прощения на нем на одном зачем-то тоже был фиксатор резьбы просто вот я не могу понять зачем что я его открутил с большим с трудом хорошо у меня есть такой мой любимый помощник в разбирании ножей это лезерман чарч как бы вот классная штука на самом деле я долго не решался на покупку дорогого мультитула я понял что эта штука классная причем досталась она мне очень дешево с той самой американской базы с которой обычно все достаю поэтому наши следующие действия немножко походим берем нашу баночку берем лезвие кладем туда то же самое делаем с клипсой теперь достаточно важный момент ВД-40 как раз та самая смазка которая поможет нам сейчас я здесь включу свет которая поможет нам избежать каких-то сильных повреждений ножа которая будет способствовать тому что нож будет просто проскальзывать а не как-то за него цепляться наносить ему какой-то серьезный ущерб смазки должно быть но тоже в меру берем вот эту ВД-40 вот у нее вот такой носик в комплекте значит почему я делаю это на окне с открытым окном объясню все просто во-первых во-вторых эта шняга все-таки токсична во-вторых я не знаю видно да я думаю видно значит отсюда валит как раз вот эти вот пары которые мне бы не хотелось чтобы были у меня в квартире вот плюс вот я сейчас добавлю сюда смазки сколько-то ну опять же сколько-то я вот буквально делал недавно что он уложил да там буквально 15 минут назад перед тем как снять это видео там смазки хватает надо покупать новую значит все смазки достаточно да вон она желтенькая водичка достаточно не больше еще очень важно дать какое-то время это смазки просто отстояться с открытой крышкой поскольку вот эти пары они еще очень долго там вступают в реакцию с этой пылью грязью которая образуется там стружка все остальное что первый раз когда я делал свой первый стон вошь я побрызгал тут же закрыл банку крышкой и значит вперед ушел хасан по огородам начал трясти буквально через какое-то время я почувствовал сквозь полотенце что у меня банка деформировалась и когда я закончил стон вошь и стал открывать банка просто была вздутой когда я ее открыл она просто вот хлопок такой как выстрел из пистолета и вот все стены были уделаны вот этой вот грязной пылью ну я думаю хватит ей отстаиваться закроем окошко чтобы оно нам не мешало по звуку так теперь как бы нам поставить все это поудобней давайте наверное пробуем вот так да наверное вот так сегодня я побуду немножко в ракурсе закручиваем нашу баночку надо постараться добиться чтобы она как можно лучше прилегала теперь я делаю следующую штуку беру скотч это вот совсем лишнее не нужное беру скотч и делаю следующую на чесноке обматываю ту часть которая где может быть течь теперь беру обычный пластиковый пакет это наша дополнительная защита от неприятностей что не дай бог это все дело протечет спускаем воздух как попало небрежно закручиваем все это дело тоже обматываем скотчем как всегда когда торопишься так всегда так в общем чтобы вас не задерживать сделаем следующее значит после того как это все завернется скотчем мы замотаем это все в полотенце и будем трясти минут сорок причем движения будут различные направленности чтобы как можно больше доступных мест у ножа затронуть и так трясти и так трясти по разному поэтому я буду этим заниматься все сорок минут я не буду снимать это все потому что я думаю видео и так будет немножко затянуто поэтому следующий кусочек я вставлю именно о том что получается в итоге вот поэтому я сейчас этим займусь а вы смотрите дальше помыл я наше лезвие помыл я нашу клипсу получилось вот так вот интересно да что вот вот так вот получилось вот такое вот покрытие вот такой вот stone wash вот клипса стала вот такая серая паук на ней я не знаю будет вам видно нет вот тут еще кое-где проглядывается вот там еле-еле вот здесь заметен вот он здесь осталось все по-прежнему опять же это то о чем я говорил вот здесь какие бы мелкие камни не брали вот здесь все равно остается полоска вот полированного чуть-чуть буквально можно конечно взять самые маленькие камни попробовать ими я думаю что ну каждый будет экспериментировать просто сколько я не экспериментировал оказывается что все равно совсем маленькие камни как сильно не тряси они все равно не не процарапывают там где нужно плюс со временем нож от простого поюза станет чуть более серым вот вот мой тенейшис который я уже юзаю какое-то время опять прошу прощения снимаю на сотовый телефон вот почти почти вот чуть более серый чуть более равномерным станет оно от простого поюза сейчас оно такое более блестящее но это буквально там порежете несколько чего-нибудь там особенно если это фрукты овощи сок попадет сделает свое дело станет чуть более серым плюс ну соответственно я это буду точить чтобы это было вот такое же зеркало как здесь да видите вот что это вот такое же зеркало будет потому что после любого стоунвоша получается что это же грубо говоря маленькие царапины и у вас повреждается рк она вон вся блестит вся неровная поэтому резать даже что-то не буду пробовать поэтому каждый экспериментирует сам каждый смотрит что у него получится вот мне нравится например я это делал на многих ножах будем надеяться что у вас тоже все получится поэтому вот тот самый ответ на те вопросы как и какими камнями это все трясти все всем спасибо будут еще вопросы пишите в личку как я все что у нас будет купить по донорам